Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы, ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня хотели с вами поговорить о том, как кормить детей раннего возраста в период вот этой ковидной инфекции и как их защитить, потому что каждый из нас трясется над маленькими детьми. И когда есть угроза в семье, есть инфекция, то мы все хотим сделать так, чтобы ребенок не заболел. Когда все только начиналось, многие из нас пили гору различных таблеток для того, чтобы профилактировать развитие этих инфекций, включая разные противовирусные препараты. Сегодня все успокоились и стало понятно, что иммунную систему надо беречь, чтобы она исправно работала, потому что мы убедились в том, что есть люди, которые выстояли и не заболели, и есть те, у которых вся семья заболела. Поэтому на сегодняшний день, что касается взрослых, то мне очень нравится рекомендация Гарвардского университета, где четко указано, что витамин Д, прошлый наш вебинар был посвящен витамину Д, поэтому надеюсь, что уже ненавистников витамина Д не осталось, и вы все откорректируете свой статус. Дальше, конечно, очень важен для взрослых цинк, причем согласно гавардским рекомендациям, первый месяц надо выдержать, те, кто цинк не пил, по 52 раза, лучше принимать после еды, потому что цинка может тошнить, ну а со второго месяца пить длительно по 50 миллиграммов в сутки. И вот то, что я отметила, например, что ногти у меня стали значительно лучше, я раньше принимала периодически препараты цинка, но вот сейчас я вижу, что вот эта дозировка 100, она сыграла свою роль, и ногти стали гораздо лучше. Дальше идет в этих рекомендациях витамин С, но правда в гарвардские рекомендации предполагают по 500 два раза, я думаю, что, помните Полинга, то есть он рекомендовал такие высокие дозы, думаю, что такие высокие дозы можно позволить себе, только в период тогда, когда инфекция уже посетила семью, и вы хотите выстоять, либо вы раболеете, и вместе с обильным питьевым режимом, питьевым режимом вы вот такую дозу себе используете. Поэтому думаю, что 500 для взрослого человека это вполне достаточно. Поэтому вот такие разумные рекомендации для взрослых. Что касается деток раннего возраста, то мы сейчас с Юлией Валерьевной Крушиницкой, кандидатом медицинских наук, поговорим о том, как кормить детей раннего возраста для того, чтобы они не заболели. Юлечка, поприветствуйте наших врачей. Уважаемые коллеги, добрый день. Я вас всех приветствую. Уважаемые коллеги, начать свою лекцию я хотела со слов, ну, такого великого академика, РАН, Малеева Виктора Васильевича. Почему великого? Ну, прочтя его такую сложную, трудную жизнь, его подвиги, потому что он был на всех 50 вспышках таких непонятных, особо опасных инфекций по всему миру. Такая его сложная жизнь, наверное, закалила его. То есть он родился в 40-м году, в этом году ему 80 лет, но он вот такой активный, дай бог ему здоровья. Буквально в годовалом возрасте он потерял отца, потом мама его попала в больницу, то есть их эвакуировали в город Андижан, и мама его попала в больницу, а его отдали, поскольку он кричал голодный, а его отдали в детский дом. Мама смогла его забрать только тогда, когда ему было 9 лет. То есть вот такая жизнь в детском доме, полуголодный, она его воспитала таким борцом настоящим. Поэтому он настолько бесстрашный, что когда началась SARS-инфекция в 2002-2003 год, то он был на конгрессе в Китае, единственный из членов конгресса, он зашел в палату, понятно, что используя все специальные амуниции, для того, чтобы посмотреть больного. Он спасал больных с холерой, вливая им за 5 дней 120 литров воды, причем он не воды, а специальных растворов. И, дорогие коллеги, это вот тот человек, который создал регидрон, ацессоль, квартасоль и так далее. То есть все не только орально-регидрационные, но растворы для инфузии. Но при этом такой скромненок. Поэтому начать я хочу с его двух цитат, которые мне очень понравились. Инфекции были, есть и будут. Они часть природы. Они существуют по своим законам. Поэтому, дорогие коллеги, мы много лет последних, имея таких классных эпидемиологов в нашей стране, мы сейчас в этом убедились, мы много лет жили, совершенно забыв про инфекции. Многие из нас, в том числе и я, путешествовала в разных странах, совсем забывая о том, что можно заразиться. Поэтому инфекции не знают границ. И здесь нужно ступать на всех варфронтах. Поэтому, что касается ковидной инфекции, то мы понимаем, что ничего не закончилось. Если вспомнить испанку, она была в течение двух лет. Поэтому до тех пор, пока не сформируется иммунитет, ну а те, кто не болел, надеются, что вирус ослабнет, или в конечном итоге все мы научимся его лечить. Потому что до сих пор нет ни одного средства, которое можно с уверенностью сказать, что он профилактирует вот такой негативный эффект, который, вы знаете, бывает. Поэтому пока из реальных, вспоминайте прошедший вебинар, это витамин D. Потому что четко доказано, что если ваш уровень витамин D выше 50 нанограмм на миллилитр, то риск вот таких вот вариантов негативных с развитием респираторного дистресс-синдрома и цитокенового шторма практически минимальный. Дорогие коллеги, ну несколько слов про беременных, потому что я вот в этом слайде последующих нескольких обобщила те данные на 14 мая, которые были опубликованы вот в этом солидном источнике. То есть исследований много, но это итог. Беременные должны следовать тем же рекомендациям, что и не беременные. Женщины, работающие, то есть врачи, медицинские работники, должны прекратить личный контакт с пациентами в третьем триместре, ну у нас есть отпуск, да, особенно после 36 недель. Клинические проявления ковидной инфекции у беременных аналогичны таковым у небеременным. И положительный тест на эту инфекцию обычно подтверждает диагноз ковидной инфекции. Беременность не повышает восприимчивость к инфекции, не ухудшает клиническое течение заболевания, и большинство инфицированных женщин выздоравливают. Это надо внушать тем женщинам, которые в ужасе вам звонят, да, и говорят о том, что я беременная, что делать. И не надо, не надо их досрочно родоразрешать. Среди инфицированных женщин, то есть если в семье есть эта зараза, особенно тогда, когда развивается пневмония, то есть в этих случаях увеличивается частота преждевременных родов и кесарево-сечения. Ну вот в одном источнике я прочла, что кесарево до 70%. Эти осложнения, вероятно, связаны с серьезным заболеванием матери, а не с внутриутробной инфекцией. Но пока этот вопрос окончательно еще не решен. То есть на сегодняшний день несколько случаев возможного инфицирования новорожденных описаны один случай возможного инфицирования плаценты. Теперь еще один источник, где анализируются три случая. В плаценте беременных женщин с ковидной инфекцией, перенесших кесарево-сечение, патологических изменений не обнаружено. Тест на РНК этого вируса показал отрицательный результат. Что же нам рекомендует ЮНИСЕФ? ЮНИСЕФ, ну вы знаете, борцы за грудное вскармливание по всему миру, не рекомендует вариант разделения матери и новорожденного и рекомендует продолжить грудное вскармливание под строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм для снижения риска возможной передачи этой инфекции от матери к ребенку. Что касается итальянцев, итальянские неонатологи, они говорят, если у матери есть диагностированная инфекция, ну например, подозрение явное на нее, бессимптомное носительство, легкая форма, возможно размещение матери новорожденного в одной палате. То есть они вторят ЮНИСЕФ, да, и говорят о том, что надо соблюдать все меры инфекционного контроля. Что касается МБИ, в отношении совместного пребывания матери ребенка, они в данном случае решение этого вопроса скидывают на родителей. Они говорят, что пусть родители сами принимают окончательное решение. Давайте рассмотрим. У матери есть ковидная инфекция. Вот после родов ребенка надо оставить с матерью или изолировать. Посмотрим, что рекомендует ВОЗ. ВОЗ говорит о том, что младенцы, рожденные от матерей с подозреваемой, вероятной, либо подтвержденной инфекцией, должны питаться в соответствии со стандартными рекомендациями. Ну, у нас с вами это национальная программа, да, по вскармливанию детей с соблюдением необходимых мер предосположенности. Опять, что говорят МБИ? МБИ говорят о том, что антитела, которые можно обнаружить в грудном молоке, в общем, дают основания думать о том, что грудное молоко в этих случаях обладает защитным действием. Но опять они говорят, в отношении скармливания родители сами принимают окончательное решение. Можно ли кормить грудным молоком? На этот счет мы проанализировали 8 исследований, которые анализируют присутствие вируса в грудном молоке 24 беременных женщин в течение третьего триместра беременности, которые имели эту ковидную инфекцию. 91% рода разрешились, видите, процент еще выше, путем кесарево сечения. Были два младенца с низкой массой меньше, чем 2,5 килограмма, и ни в одном из образцов грудного молока не было обнаружено этого вируса. Может ли вирус переходить в грудном молоке? Еще одно исследование китайское опубликовано в журнале изоланцет, где написано, что лабораторно подтвержденная была инфекция у женщин, они были образцы отобраны, у женщин была пневмония, все было отобрано, протестировано проба, и тест показал отрицательный результат. Поэтому, правда, говорят авторы о том, что недостаточная выборка исследования, то есть нужно проводить дальнейшие исследования. Ну, вот то, что я обещала, посмотрите, результаты этих 24 исследований, которые принадлежат разным авторам, ну, правда, вы видите, количество у каждого автора разное, да, то есть маленькое, только вот этот Лиу, 10 женщин, поэтому всего как бы 24, да, то есть представлено разными авторами. И во всех случаях ПЦР грудного молока показал ноль, не выявлен вирус. Причем у всех женщин была пневмония, ковидная теология. Рекомендации итальянского неонатального общества, то есть если у матери ковид плюс, симптомов нет или легкие, грудное вскармливание, да. Если у матери легкие, тест неявный, но легкие проявления симптома, да. Если у матери тяжелые проявления инфекции, то нет, рекомендуется использовать сцеженное молоко, пастеризация при этом не требуется. Как женщина может себя защитить? Ну, социальное дистанцирование, поэтому понятно, что она до ребенка не должна дотрагиваться, да, и кто-то ей должен помогать. Мыть ее рук, маски, ну, на мой взгляд, обязательно, потому что при кормлении грудью она дышит и находится рядом, поэтому это противоречит этому социальному дистанцированию двух метров. Консультация с врачом, и мы сегодня вынуждены с вами частично консультировать больных онлайн, ну, и витамин D видите, обязательно. СДС разработала инструкцию по уходу с молокоотсосами, и, в общем-то, здесь надо договориться, обсудить семейную ситуацию, могут ли они помочь, да, и решить, как начать и продолжить грудное вскормление уже в домашних условиях. Что касается общества по изучению банков грудного молока, то они говорят, что обыкновенная пастеризация полностью инактивирует генетически сходные вирусы, такие как SARS и MERS, и обработка 60 градусов в 30 минут, да, позволяет, в общем-то, инактивировать вирусы. Ну, вот есть еще добавление китайцев о том, что вирус при нагревании, это наша пастеризация 56-60 градусов в 10 минут, и в течение еще 30 минут, да, вирус полностью инактивируется, поэтому все-таки лучше 30 минут. А теперь, уважаемые коллеги, российские рекомендации нашего Минздрава, мы хотим поблагодарить Минздрав, что он очень активно нам помогал, потому что каждые 10 дней получали уточненные рекомендации, мы их рассылали нашим замечательным педиатрам, да, поэтому, если посмотреть на первые рекомендации, да, они существенно отличались от последних, поэтому люди все время работали. Уважаемые коллеги, мать положительная, ребенок отрицательная, раздельное пребывание, вот на мой взгляд, это очень правильно, да, мать положительная, ребенок предположительная, да, совместное пребывание, мать отрицательная, ребенок неизвестно, возможно, совместное пребывание при условии профилактики воздушно-капельного распространения, то есть опять маска, ну, при наличии нормального обеспечения больницы, да, и местной ситуации по COVID-19. Уважаемые коллеги, очень интересные клинические случаи, и я попрошу Юлию Валерьевну о нем рассказать, потому что как раз мама положительная, поэтому все, что мы сейчас с вами обсуждали, мы попытаемся на этом случае закрепить. Пожалуйста, Юлия Валерьевна. Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию клинический случай, который произошел в одном из перинатальных центров Москвы. Анамнез-матери включает в себя женщину, 38 лет, вторая беременность поступила в перинатальный центр третьего уровня с родовой деятельностью на сроки беременности 39 недель с признаками острой вирусной респираторной инфекции, то есть у нее была термометрия 37,6, катаральные явления в виде затруднения носового дыхания, заложенность носа, и в связи с нашей эпидемиологической обстановкой по COVID-19 пациентке был взят анализ секвенирования генов вируса в мозгах и носоглотке и ротоглотке на COVID-19. Из анамнеза известно, что некоторое время назад ее супруг летал в командировку на три дня во Францию, и через 11 дней после возвращения домой у него появились симптомы ОРВИ. Температура доходила до 38, и муж был изолирован от семьи в день проявления симптомов. Но здесь, к сожалению, женщину это не спасло. Ввиду отсутствия дыхательной полиорганной недостаточности и каких-либо других осложнений у пациентки, роды велись через естественные пути под мониторным контролем матери и плода. В течение четырех часов от момента взятия анализа у женщины пришел анализ положительный на ковид. То есть здесь был выявлен ковид-19 и на время диагностики лечения и срока карантинных мероприятий по нашему приказу 7 версии 3 июня мать с ребенком были разделены согласно временным рекомендациям по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Что касается мальчика. Мальчик от матери 38 лет от второй беременности, которая протекала на фоне угрозы прерывания беременности во втором триместре. Ребенок родился доношенный с массой тела 3,560 50 сантиметров путем самостоятельных родов, оценен по шкале Абгар на 7-8 баллов и он госпитализирован в отделении обсервации данного перинатального центра. Основной диагноз у него стояла ноонатальная желтуха и сопутствующий это контакт с больным и возможно заражение другими инфекционными заболеваниями. Контакт как раз идет по COVID-19. Жалобы при поступлении, то есть это умеренная неврологическая симптоматика, анамнез заболевания, состояние ребеночка при рождении удовлетворительно, реанимационные мероприятия не проводились, после рождения он изолирован от мамы, помещен в кувес, взятые мазки, обследования ПЦР на COVID-19 не обнаружены, ноонатальный скрининг не взят, то есть они не проводили никаких исследований, опять же вакцинация методотвод, в динамике состояние стабильное, без каких-либо ухудшений, дыхательных нарушений не отмечено. Скарбливание искусственное, через соску, назначена смесь NENI классика по 10-20 миллилитров и ребенок переведен в отделение патологии новорожденных. На этом этапе немножечко остановимся, и тот перинатальный центр, откуда этот случай, это, конечно, замечательный инновационный перинатальный центр, в котором, конечно, есть банк женского молока. Но на период COVID-инфекции этот банком не пользуются, потому что на сегодняшний день все равно никто пока до сих пор не знает, насколько вирус опасен. Поэтому донорское молоко на сегодняшний день временно не используется. Кстати, об этом речь идет и в зарубежных источниках. То есть сегодня пока вот эти банки, хоть они возможны, то есть можно от мамы свое собственное молоко сцеживать, хранить его, а чужое молоко донорское сегодня не будем использовать. Поэтому выбрана искусственная смесь временно, для того, чтобы сегодня кормить ребенка. Смесь ныне классика, чуть позже мы поговорим о ней, о ее всех положительных свойствах, а мама пока, то есть ребенок находится отдельно от матери в отделении патологии новорожденных, здесь уже невозможно их разделили, и ребенка перевели на искусственную скамь, то есть не стали кормить его донорским молоком, потому что в данном чудесном, замечательном перинатальном центре есть все современные технологии. Ребенка проведены различные обследования, лабораторные и с целью исключения инфекции проведено дообследование, лучевая диагностика и результат исследования, еще раз повторюсь, также был отрицательным, то есть подтверждено по лабораторным обследованиям, что ребенок в пределах возрастной нормы. Было проведено дообследование, и вирус гриппа, и различные бактерии смотрели, для того, чтобы четко понять, мы понимаем, что в связи с эпидемиологической ситуацией должна быть дифференциальная диагностика. Ну да, у нас чуть позднее мы будем обсуждать в рамках ковидной инфекции поражение печени, почек, сердца, посмотрите, как идет плановое обследование, потому что поражение сердца, это же очень тонкая материя, не всегда улавливаемая с помощью электрокардиограммы, поэтому маркеры повреждения сердца, тот же самый тропонин, лактадегидрогеназа, были у него исследованы, то есть ничего, к счастью, не нашли. Ничего, к счастью, не нашли, единственное, что я дополню, потому что мы общались, я общаюсь с очень многими перинатальными центрами, родильными домами, в России так же, как и в той же Италии, грудное молоко понимаем, что оно неинфицированное, что мама может и должна кормить, но здесь врачи считают, что безусловно, когда мама проводит сэживание и передает, должна передать маме свое молоко через, так скажем, зараженное отделение ковида, которое должно перенестись из этого в отделение новорожденных, то считается зараженной тара. Инфекция-то ведь недаром ее называют новая, то есть никто ее не знает, что она может предложить, поэтому на всякий случай, на всякий случай, ведь речь идет о том, что мать-то больна, она не просто имеет инфицированное без клинических проявлений, поэтому на всякий случай, да, мы можем временно перевести ребенка на искусственное вскармливание, а дальше надеяться на то, что мы сохраним лактацию, сейчас мы как раз об этом поговорим. Еще раз скажу, что ребенку было при подборе смеси, врач учитывал, чтобы смесь сочетала в себе одновременно несколько функциональных компонентов, что позволит расширить проблему и функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, а также адекватно формировать иммунную систему у младенцев. В этой связи была назначена смесь Нэни-Классика на основе цельного козьего молока для здоровых доношенных детей, которые используют в перинатальном центре в качестве докорма. Так как смесь Нэни-Классика уже более 20 лет применяется в качестве основного продукта питания для здоровых новорожденных и рассматривается как предпочтительный продукт вскармливания, если грудное молоко недоступно. Содержание в данном продукте полтора грамма белка козьего молока с нативным соотношением сывороточных белков и козеинов 20 на 80 в 100 миллилитров готовой к применению смеси, это позволяет обеспечить физиологическую потребность в пластическом субстрате удоношенных и новорожденных. Помимо базовых ингредиентов смесь Нэни-Классика содержит молочный жир, богатый источник среднецепочных жирных кислот, компонентов мембран жировых глобул молока, в том числе фосфолипидов и холестерина, сходных с таковым грудного молока. Кроме того, в жире козьего молока полиметиновая кислота находится в оптимальном положении в молекуле глицерола, и поэтому нет необходимости добавлять в данный продукт пальмовое масло. Таким образом, именно жир козьего молока легко усваивается незрелым кишечником ребенка, поддерживает развитие нормальной микробиоты и влияет на созревание иммунной системы, которая так нужна сейчас, в тот момент, когда грудное молоко для ребенка недоступна. В данном клиническом случае смесь характеризовалась хорошей переносимостью при использовании в качестве основного продукта питания, обеспечивала стабильные прибавки массы тела ребенка, и период назначения смеси нэни-классика протекал без особенностей. Ребенок ел продукты охотно, спокойно выдерживал промежутки между кормлениями, что очень важно. Аллергических проявлений в виде симптомов атопического дерматита зарегистрированы не были. Состояние здоровья ребенка при вскармливании смесью нэни-классика оставалось удовлетворительным. Острых заболеваний за время наблюдения зарегистрированы не было, и гастроинтестинальных нарушений в виде колик, метеоризма, запора также не выявлено. Стул на фоне полученной смеси нэни-классика был 8-10 раз в сутки, но практически после каждого кормления, как это и нужно для новорожденного ребенка, переваренный от кашицеобразного до оформленного, обычного цвета, без патологических каких-либо принесей. Если же мы вернемся к матери, у которой не было дыхательных нарушений, что очень важно, то есть болезнь протекала в легкой степени тяжести, мама находится в отделении закрытым под ковид на лечение. Мы преследовали цели врача обязательно, конечно, сохранить грудное вскармливое. С мамой работали над тем, чтобы сохранить грудное вскармливое. Обязательно, это самая главная цель, потому что действительно это очень сложный период для женщины, когда изначально, как только она родила, ее разлучают с ребенком. И нет возможности тесного контакта и вот этого развития той лактации, как она должна быть, когда ребенок находится с тобой рядом. Женщине были назначены мероприятия по сохранению лактации, то есть это сцеживание грудного молока в режиме с кормлений до 10-12 раз и в качестве нутритивной поддержки для обеспечения белком и микронутриентами назначено новозеландское козье молоко амалтея в количестве до 500 мл в сутки. Почему рекомендовано именно козье молоко? Ирина Николаевна очень красиво сейчас расскажет про экскурс исторический. Что касается козьего молока, то истории, если исторические, то существует такой миф о том, что младенца Зевса выкормила божественная коза Амалфея и благодарно за это Зев взял кормилицу на небо, сделав ее звездой капеллой, нашли эту звезду. Когда у Амалфея отломился рог, Зев наполнил его плодами и явствами, пообещав, что они никогда не иссякнут, то есть отсюда вы знаете такое есть выражение, как из рога изобилия. В России вообще было очень популярно козе молоко и для здоровых детей, уважаемые коллеги. И таким явным пропагандистом был педиатр, детский диетолог Жук. Вот я нашла его четыре книги, специально выбирала старинные, потому что это была очень популярная книга, которая многократно издавалась, называлась она «Мать и дитя», и наверняка у кого-то из бабушкиных сундуков по наследству. Дорогие коллеги, надо все это беречь, не надо это выбрасывать, как было одно время, молодежь все это выбрасывала. То есть вот эти вещи исторические, они должны быть в каждом доме, мы должны помнить свою историю. И вот благодаря участию вот этого доктора-диетолога Жука в пригороди Санкт-Петербурга даже была организована ферма специальная по разведению особой порозы коз, которая была привезена по специальному заказу правительства из Швейцарии. Ну и во времена Советского Союза козье молоко всегда было очень популярно. Вы помните, что у нас не было никаких специальных продуктов питания для детей больных и всегда говорили, ну вот если нету ничего не помогает, тогда нужно натуральное козье молоко. Поэтому Юлия Валерьевна, расскажите про Малтею, для чего этот продукт создан, что касается идеи дачи матери во время беременности или во время кормления грудью вот этого продукта, то на сегодняшний день есть такие данные, что когда женщина во время беременности пьет продукты из козьего молока, в данном случае Малтею, то у ребенка воспитывается вкус, потому что я вам многократно рассказывала про то, как ребенок ощущает вкус уже внутриутробно, поэтому в данном случае ему проще при отсутствии грудного молока будет есть то смесь ныне, которую как бы нашего ребенка ее стали кормить. Юлия Валерьевна, расскажите пожалуйста про Малтею, чем она отличается от других продуктов питания. Компания Бибиколи, она поддерживает монтерей, находящихся в родильных домах, то есть мы осуществляем благопотворительные поставки Малтеи в лечебные учреждения. В этих лечебных учреждениях есть возможности назначения этого продукта с индивидуальным подходом к роженице. Многие родильные дома уже знакомы с Малтеи и применяют ее с индивидуальным подходом к женщине. Малтея содержит в своем составе легкоусвояемый белок, который позволяет формировать казеиновые мицеллы, за счет чего улучшается усвоение кальция, фосфора, магния, и в данный период времени молодая мама тратит белок и кальций, сцеживая молоко. Тем самым Малтея помогает женщине восстановить эти траты, восполняя запасы молока. Также Малтея помогает маме с психологической точки зрения идти к четкой цели сохранения грудного молока в период разобщения с ребенком. Как раз то, что вы и сказали, Ирина Николаевна, самая главная цель, которую врач преследовал, это назначая Малтею маме о смеси Нэни ребенку, это как раз таки то, что ребенок после отсутствия грудного молока вот этого периода, он вернется с удовольствием, узнает тот вкус, потому что основа одинаковая, продукт произведен на одном и том же заводе. Малтея это не просто сухое козье молоко, а еще и обогащенное молоко рядом эссенциальных компонентов, которые мама должна восполнять. таким образом мы маме даем как нутритивную поддержку, так и психологическую, чтобы она легко смогла вернуться к кормлению грудью после выздоровления. А Малтея она хорошо можно сказать мотивирует маму к этому, так как психологически очень сложно принять, что ты сцеживаешь молоко, а кормить своего малыша не можешь, это очень сложно. Я вот как мама помню эти периоды, когда моему ребенку столько не нужно и психологически, я вот в роддоме сцеживалась, но и мне приходилось это молоко выливать, потому что не было возможности его заморозить, я находилась в лечебном учреждении, и ребенку столько не нужно, он еще был слишком маленький, вторые-третьи сутки, поэтому психологически это очень сложно. И мы должны здесь понимать, еще вот что важно, что на данном этапе у женщины нет проблем с лактацией, ей не нужны специализированные продукты, повышающие количество молока. То есть очень важно на этом этапе просто быть дисциплинированной и ставить перед собой четкую цель сохранения грудного скармливания в отсутствие ребенка. Здесь не нужен специализированный продукт стимулирования выработки молока. Наоборот, женщине даже некуда одевать то молоко, которое вырабатывает ее организм. Ей нужна просто мотивация и возможность сформировать лактацию и сохранить ее до встречи с ребенком. Что еще важно отметить, что амалтея это абсолютная гарантия натуральности и безопасности. Полное отсутствие посторонних химических веществ, вредных микроорганизмов, пестицидов, вредных каких-то веществ, гормонов, антибиотиков, способных навредить маме и малышу. Амалтея производится в Новой Зеландии. Это самая экологическая благополучная сторона в мире. И амалтею можно использовать как альтернативу обычному молоку, добавляя в чай, кофе, блинчики, каши, делая молочные коктейли и смузи. Еще очень важно, что разводить амалтею можно в различной концентрации в зависимости от рекомендованного питьевого режима. Как раз таки можно сделать напиток более концентрированным или чтобы получить нужное количество питательных веществ при меньшем объеме жидкости, либо наоборот менее концентрированным и менее калорийным, если есть проблемы с весом. мальчик, Юлия Валерьевна, подведя к этому черту, мы должны четко сказать, что амалтею маме мы дадим там, где нет кесарево сечения, там, где нет бронхиальной астмы в семье и там, где мама сама не аллергик. Да, вероятность аллергических реакций несколько меньше, об этом есть и публикации зарубежные и отечественные, но тем не менее, мы говорим о том, что речь идет о периоде новорожденности ребенка и там, где мама астматик и не переносит молоко сама, мы ей не можем это дать, потому что это хороший молочный продукт. То есть эти все рекомендации остаются только для женщин, у которых нет аллергии и ее в принципе как бы реакции не должно быть. Безусловно, да, здесь никто не будет рисковать, назначая маме при каких-то сопутствующих проблемах, безусловно. Уважаемые коллеги, а что же такого есть замечательного в грудном молоке? И вот этот слайд, я его делала сама, мне очень нравится, коллеги, это оркестр. И вот когда мы пытаемся, простите, выдрать из контекста какой-то новый фактор и сказать, ну вообще без него жить нельзя, коллеги, все факторы, которые обнаружены в грудном молоке, работают синхронно. И вот вы знаете, когда сидит оркестр на сцене, да, то все начинает, инициирует дирижер и первая скрипка, а дальше льется эта красивая мелодия. Поэтому в грудном молоке все компоненты взаимосвязаны, поэтому трудно отдать предпочтение одному вот красивая мелодия и общие защитные факторы, они реализуются именно все вместе. Вот это очень важное положение. Но тем не менее, мы с вами знаем, что грудное молоко это основа здоровья и реже, и вот я вам показываю метаанализы, да, реже диарея, инфекции, реже атиты, реже инфекции нижних дыхательных путей пневмонии, реже вообще заболеваемость органов дыхания, реже ожирение, реже диабет, реже аллергия, правда, мы говорим сегодня, что это требует новых исследований, потому что аллергия просто льется. Ну вот, коллеги, посмотрите, еще одно исследование, где тоже сравнивают снижение риска по атитам, инфекциям верхних и нижних дыхательных путей по острым гастроэнтеритам. Поэтому на сегодняшний день грудное молоко помогает поддерживать иммунную систему, противостоять инфекции, защищает ребенка от инфекции, повышает в период становления иммунной системы ее активность, влияет на всасывание, предупреждает риск различных энтеропатий, нарушение аппетита, маля абсурбция. И на сегодняшний день в грудном молоке масса факторов, которые влияют на поддержание барьерной функции. Наличие прей-пробиотиков в грудном молоке, особенно 2-фукозиллоптоза, играет колоссальную роль. Защита от повреждений мембран свободными радикалами, то есть антиоксидантная активность, строительный материал для синтеза своих собственных факторов. Белок, нуклеотиды, цинк, железо. Ну и на сегодняшний день доказано, что огромное количество иммунных компонентов, включая иммуноглобулины готовые, цитокин, лизоцин, замечательный лактоферин, иммунные клетки, пробиотики, олигосфорида грудного молока, нуклеотиды. Все эти факторы поддерживают иммунную систему. Но тем не менее, важнейшим еще моментом является микробиом человека. Но мы понимаем, что этот микробиом созревает, и правда, конечно, первые микробы начинают заселяться в конце первого триместра беременности, но тем не менее, имеет значение вариант родов, да, и мы уже об этом говорили. Сегодня такая мощная борьба против кесарево сечения, сделанная не по показаниям. Конечно, мы видим, что женщины начинают рожать те, которые никогда не рожали, то есть у которых были там различные заболевания. Сегодня, конечно, частота кесарево сечения резко возрастает, если это уже перинатальный центр третьего уровня, поэтому, конечно, там скапливаются патологии. Но тем не менее, мы боремся против неоправданного. Мы вместе с гинекологами гинекологи здесь основные, поэтому не забудьте посмотреть потрясающий семинар, который мы провели с главным гинекологом города Москвы, доктором Оленевым, доцентом, с доцентом Горевым, главный неонатолог, да, и педиатры поддержали, и наш семинар назывался «Кесарево сечением взгляд неонатолога, акушерогинеколога и педиатра». Поэтому вот факт родов, колонизация или ее отсутствие с момента родов, если ребенок не прошел родовые пути, играет колоссальное значение. Ну и, конечно, важность грудного вскармливания, да, потому что все эти замечательные факторы, которые я назвала, там присутствуют. Что касается белков, мы понимаем, что белки это строительный материал, это активация, это составная часть любого биологического фактора, это влияние на иммунитет, на размножение иммунных клеток, на производство антител, патокинов, да, на все то, что вовлечено в иммунный ответ. Сегодня уделяется большое внимание гликомакропептиду, то есть тот, который белок, который влияет на связывание токсинов, на ингибирование вот этой адгезии бактериальной вирусной, он влияет на стимуляцию роста бифидобактерии, обладает противовоспалительными иммуномодулирующими эффектами, влияет на метаболизм глюкозы, на выработку инсулина, на работу в это клеток островков ангенгарса. На сегодняшний день активно изучается протеом грудного молока идентифицировано более 78 пептидов, которые свойственны организму человека, и по сути вот этот протеом грудного молока влияет тоже на иммунную защиту и на снижение риска развития аллергии. Но на сегодняшний день функция нуклеотидов хорошо изучена, нуклеотиды нужны для функционирования эпителия желудочно-кишечного тракта, на созревание телемфоцитов, синтез антител, но и также на стимуляцию роста бифидобактерий. В последние годы уделяется колоссальное внимание олигосахаридам грудного молока. Естественно, олигосахарида это защита ребенка от инфекции. Есть даже данные о влиянии на когнитивное развитие ребенка. Поэтому понятно, что материнское ожирение может влиять на состав олигосахаридов грудного молока и матери с ожирением имеют менее разнообразный состав олигосахаридов. Говоря об олигосахаридах грудного молока, они стимулируют рост твоей собственной флоры. По сути, у них такой мощный пробиотическое действие. Они угнетают рост патогенной флоры, они конкурируют за пищевые субстраты, влияют на закисление среды в просвете кишечника. Поэтому сегодня выделяют несколько осей таких модных, есть ось кишка мозг, ось кишка легкие. И вот ось кишка легкие, ведь мы понимаем, что рот у нас открыт, нос у нас открыт, микробы туда проникают. Раньше считалось, что нижние дыхательные пути стерильны, сегодня это не считается, что там есть свой микробиом, и мы понимаем, что защита у нас идет от кишки. И кишка с легкими постоянно взаимодействует через микробные метаболиты, и некоторые даже, видите, краткоцепочные жирные кислоты, через то-лайк подобные рецепторы, витамин D здесь играет колоссальную роль, поэтому здесь есть постоянный обмен даже некоторыми микроорганизмами, которые относятся к классу бифиды, лактобацил, поэтому вот такая постоянная циркуляция, и это все поддерживает тоже иммунитет. Что касается ось кишечника иммунная система, то понятно, что кишечная микрофлора имеет большое значение для развития иммунной системы, и очень важно, чтобы было правильное заселение, правильное формирование мукозального иммунитета. Огромное количество пищевых компонентов влияет на правильное функционирование этой оси кишечника иммунной системы, это и белки, жиры, минералы, и различные среднецепочные жирные кислоты, и пальмитиновая кислота, которая не только влияет на развитие мозга, но и влияет на иммунную систему, полиненасыщенные жирные кислоты, нуклеотиды, компоненты мебран, жировых голубого молока. Большая роль принадлежит длинноцепочным полиненасыщенным жирным кислотам, то есть очень важно, чтобы ребенок с питанием их получал, потому что длинноцепочные полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в человеческом организме, но тем не менее они оказывают постоянное влияние на врожденный иммунный ответ. Что касается линолевый и альфа-линоленовый кислот, то они были известны очень давно, то есть начиная практически с 70-х годов, но потом стало понятно, что преобразованные в виде арахидоновый и докозбексоеновый жирный кислот имеют наибольшее значение прежде всего на когнитивное развитие, на функционирование нервных синапсов, на передачу информации. Очень важны антиоксиданты для нормального поддержания функционирования иммунной системы. Причем антиоксиданты, поступающие в пище, они могут быть низкомолекулярными, ну, например, жиры, водорастворимые, витамины, ну, или омега-3, или фосфолипиды, или микроэлементы, ну, можно напомнить, что это витамин Е, витамин А, каротиноиды, фосфолипиды, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Что касается высокомолекулярных, да, то это белки, пептиды, органические кислоты. На сегодняшний день колоссальная роль для иммунитета принадлежит тем факторам, которые, вот я сейчас назову, это цинк. не случайно сегодняшнюю презентацию я начала с того, что каждый из нас для нормального функционирования своей иммунной системы должны принимать цинк. Очень важны железо, витамин А и селен. Но что касается селена, то им лучше не перебарщивать, потому что большие дозы селена обладают негативным эффектом. Уважаемые коллеги, вот посмотрите пожалуйста на эту картинку. Здесь изображены свободные радикалы. Смотрите с правой стороны сверху, стабильная молекула, а рядом нестабильная, потому что она потеряла один электрон. Так вот по сути нижнюю картинку тоже посмотрите. То есть свободные радикалы, вот эту стройную структуру, любой мембраны они нарушают. Да, то есть вот такой и дальше идет обвал вот этой вот как строительной кирпичики, которую мы поставили. И это повреждение мембран, оно дальше запускает целую сеть патологических реакций, гибели, в общем-то, развития заболеваний. Поэтому вы видите целый ряд побочных эффектов, воспаление, опухоли, болезни сердечно-сосудистой системы, старение и так далее. Поэтому антиоксиданты должны присутствовать всегда в нашем рационе питания, но с ними тоже нельзя перебарщивать, потому что чрезмерное увлечение антиоксидантами может тоже негативно сказываться на нашем здоровье. Поэтому по сути антиоксиданты выступают в качестве акцепторов, радикалов, образуя с ними. Неактивное соединение, поэтому они восстанавливают структуру клетки. Вот опять же картинка верхняя это поврежденная клетка, а с правой стороны вы видите, что антиоксиданты, которые защищают клетку и нейтрализуют свободные радикалы. Опять же нижняя картинка, все эти кирпичики, с левой стороны поврежденные мембраны, а с правой стороны все эти кирпичики встали в ряд. Уважаемые коллеги, что касается витамина D, то витамин D оказывает колоссальное влияние на иммунитет, рецепторы к витамину D находятся в каждой клетке иммунной системы, и витамин D влияет на фагоцитоз, на адаптивный иммунитет, ну и в общем на защиту от инфекции. Возвращаясь опять к грудному молоку, как сцеживать, чем сцеживать, как обеззараживать, как хранить, какие приспособления иметь для кормления и хранения. Ну, что касается сколько раз сцеживать, то Юлия Валерьевна рассказала, что 10-12 раз это общие мировые рекомендации, в этом замечательном перинатальном центре все сделано правильно. Ребенку нужно кормить, если грудью, то столько, сколько хочет ребенок в нормальных условиях, то есть в среднем 6-8 раз. Но что касается новорожденного, то 6 он не хочет, но он хочет больше. Вот наши собственные данные, которые собрала моя аспирантка Анастасия Евгеньевна Кучина. 756 респондентов принимали участие наши уважаемые врачи, которые находятся на наших чатах и даже помогала собирать наш друг профессора Камилова из Узбекистана. Посмотрите, пожалуйста. Да, женщины имеют проблемы, ну, практически у половины имели эти проблемы. У 13 процентов было мало молока, небольшой процент был аллергия, ну, это что касается собранных, правда, это данные за целый год, имели сильную боль при кормлении, были трещины, то есть проблемы был мастит, но в небольшом проценте случаев, то есть проблемы встречались. Что касается сцеживания, то сцеживание грудного молока и кормление ребенка сцеженным молоком должен осуществлять здоровый член семьи. То есть мы, как бы, мама там тогда, когда делает это, тогда, когда у нее нет вообще никаких помощников, да, и, естественно, она должна принимать все эти меры защиты. Используют ли молокоотсосы мамы наши? Регулярно электрический молокоотсос используют практически 12%, ручной 27%, да, часто ручной около 18%, электрический около 11% часто. Что касается хранения молока, наиболее консервативные рекомендации всего 4 часа при комнатной температуре 72 часа в холодильнике, наименее консервативно при комнатной температуре 10 часов, в холодильнике 8 дней. Коллеги, я, наверное, согласно с более консервативными рекомендациями и сразу его надо убрать в холодильник. Все источники утверждают, что оттаившее молоко никогда не следует замораживать. Мы обсуждаем данную инфекцию в период ковида. Теперь рассмотрим возможности донорского молока не в период ковидной инфекции. То есть мама, которая хочет покупать донорское молоко, она должна убедиться, что у женщины донора молока нет ВИЧ, нет гепатита БС, сифилиса, краснухи, вируса пеклеточного лейкоза человека. Подготовка молока к этому кормлению, то есть оно замораживается, хранится в холодильнике, размораживается, подвергается домашней пастеризации, и свежее только тогда, когда мама, донор в ней уверен. Ну, молоко продается, вот посмотрите, это объявление на Юле, 100 рублей за 100 граммов молока или 300 рублей тоже за 100 граммов. То есть вот здесь вот у мамы предлагают продаю свое грудное молоко в замороженном виде. Мама пишет о том, что ребенок ее недавно родился, сижу на строгой диете из-за того, что аллергия у ребенка, при необходимости могу расписать свой рацион питания, не пью алкоголь, не курю, это тоже очень важно. Ну и у нее пакетики, видите, пакетики у нее есть по 200-250, они по 250 рублей, то есть средняя цена 100 рублей за 100 грамм. Большой запас могу сразу оптом продать со скидкой. Уважаемые коллеги, ну вот Татьяна Эдуардовна Боровик решили проверить, руководители отдела питания в научном центре здоровья по-старому, они решили проверить это молоко и по объявлению купили его через интернет, оказалось, что там был сплошной рост синегной палочки. Что касается зарубежной данной, то в 2015 году до этой эпидемии врачи из больницы в Коламбусе штата Огайо проверили 102 заказанных в интернете образцы и обнаружили, что в 10% случаев было подмешано коробие, то есть такое тоже случается. Еще в интернете покупали молоко, 75% молока приобретенного в сети содержало бактериальные загрязнения и патогенные микроорганизмы. Это то, что подтвердила Татьяна Эдуардовна Боровик. Ну вот еще на МК на сайте написано, что россиянки дуют себя за 500 рублей, можно озолотиться и зарабатывать на машину. Но тем не менее я бы сегодня не покупала грудное молоко, хотя сама была выкормлена 6 месяцев донорским молоком, поскольку у мамы исчезло молоко, когда я заболела в двухнедельном возрасте пневмонии, ну со стресса, и папа покупал мне полгода ездил за донорским молоком, поэтому тогда другой альтернативы не существовало, на сегодняшний день я бы больше подумала про разные инфекции, побоялась бы этого молока. что касается няни, ну няня конечно должна быть проверена, то есть у нее должны быть сданы все анализы, если вы выбираете няню, поэтому вопрос о подборе няни, если мама думает о том, что она не справится, должен быть решен до родов, то есть уже как бы с ней надо познакомиться, и няня не должна быть инфицирована, то есть она должна придя в дом соблюдать вначале весь режим и находиться рядом с домом, такой вариант, что няня ездит, это невозможно. Ну, если посмотреть исторически, то няни в царских семьях были, детей сами, жены, как правило, не кормили, императрица Мария Федоровна выбирала под Павловском, под Павловском назывался рассадник кормилец, деревня Федоровская, народ в этой деревне был весь трезвый, здоровый, постой никогда не было, то есть к ним никто не заезжал, подбор кормилец из народа имел еще одну важную сторону политическую, российского императора вскармливал простая русская крестьянка, у царя имелись молочные братья и сестры из крестьянской среды, кстати, они очень дружили, и для самих кормилец была важна пожизненная пенсия, денежная подарки, то есть императрица, как правило, дарила в конце кормления бриллиантовую брошь, да, и была пенсия, некоторые кормилицы, которые лишили своих семей, они жили уже во дворце до своей смерти, но многие кормилицы возвращались, а в период кормления они не бросали своих детей, а дети жили тоже во дворце, поэтому у одного царя было несколько кормилиц, но бессловно разное молоко разных женщин, это было не очень здорово для того ребеночка, который они кормили, что касается Николая Первого, то вот сохранилась фотография этой красносельской крестьянки Ефросинии Ершовой, история взаимоотношений Николая Первого к кормилице продолжалась видеть очень долго, то есть фактически всю жизнь она была очень близким родным человеком для царя. Точно такой же родной стала кормилица Екатерина Лужникова для Александра Третьего, она выкормила его и она могла, как говорится, поругивать императора за увлечение горячительными напитками, за курение и говорили, что когда император умирал в Леваде на смертном адре, он вспомнил о своей кормилице и говорил, эх, если бы была жива старая, вспрыснула бы с уголька и все как бы рукой сняла, то есть вылечила его, а то профессора, аптека, то есть он очень доверял своей кормилице, ну как мать она для него была. Что касается бабушки, ну уважаемые коллеги, я сама бабушка, у меня трое внуков, и вопрос о том, вредна ли бабушка, мне, например, не нравится, да, но тем не менее, я, моя Анастасия Евгеньевна, моя аспирантка, умница, нашла очень интересные несколько исследований о том, что обсуждается вред бабушек для внучков, поэтому посмотрите, это свежая статья 18-го года бразильских авторов. Ну вот первое, положительно, бабушки несут культурное наследие, это нам нравится. То есть подкрепленные эмпирическими знаниями предков с мудростью, основанные на здравом смысле, стремятся передать эти учения. Ну, каждую бабушку, да, как говорится, берет зависть за то, что она слышит, вот как внучок любил свою бабушку всю оставшуюся жизнь. Но отрицательная сторона некоторых бабушек 40% в отношении кормления. 40% бабушек полагают, что молоко слабое, синее, и они стараются накормить посытнее. 69% бабушек предлагают ребенку чай и воду для утоления жажды, снятия боли в ушах, успокоения ребенка. 54% бабушек считают, что надо кормить по жесткому графику, да, то есть в данном случае это отрицательные. Ну, положительные моменты бабушки ценят грудной вскармин, поддерживают и берут на себя заботы по дому и по уходу за ребенком. Еще несколько статей. 15-й год Португалии. Негативное влияние советов бабушек о грудном молоке связано лишь с неправильными знаниями. Ну, понятно, что все поменялось. Австралийское исследование 15-го года. Отношение бабушек к грудному молоку влияет на тип грудного вскармливания, его продолжительность. 16-й год. Систематический обзор показал, как бабушки влияют на исключительно грудное вскармливание и что программы по содействию грудного вскармливания должны обязательно подключать бабушек для достижения максимального эффекта. Бразильское исследование 15-го года продемонстрировало высокую частоту грудного вскармливания среди матерей, которые проживают отдельно от своих матерей или свекрови. В 16-й год Британии выявлено, что частое общение кормящих матерей с бабушками способствовало раннюю завершению грудного вскармливания и низкой частоте исключительно грудного вскармливания. 13-й год Португалии ориентация дочерей или невесток на кормление младенцев является частью социальной роли бабушки, чей опыт имеет важную культурную ценность. Поэтому вы видите разные рекомендации, но у нас очень близкое общение мамы, невестки, невестки реже, но мамы все-таки с твоими мамами, поэтому наши мамы более просвещенные, я думаю, что у нас бы таких данных не получилось. Какие факторы влияют на иммунитет младенца, чтобы сделать, чтобы малыш не заболел? Ну вот, уважаемые коллеги, здесь я хочу сказать, что не только имеет значение именно питание, а целый ряд факторов. Первое, солнечный свет, прогулки, витамин D, регулярная физическая активность, вода, исключение стрессовых ситуаций, качественный стон и рациональное питание, о чем мы сейчас говорим. Поэтому, поскольку три месяца у нас была самоизоляция, то, конечно, мамы были сердиты, мамы были раздражены, и это оказывало негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка. Поэтому, поскольку все чувства, которые переживают мамы, испытывает ребенок путем сложных, различных синтеза, биоактивных веществ и так далее. Укрепление иммунной системы, хронический стресс тоже оказывает влияние. Стресс у матери это один из факторов развития и прогрессирования атопического дерматита у младенца. Поэтому, обратите внимание, то есть, мамы рассерженные, ребенок орет, его кормят неправильно, ребенок кричит, мама слиться, частично есть грудное молоко и она оказывает влияние на прогрессирование атопического дерматита. Поэтому, обратите внимание, что материнская депрессия, тревога, стресс усугубляет состояние ребенка при атопическом дерматите. Поэтому, стресс в раннем периоде жизни это очень опасный фактор на развитие головного мозга на синаптоглио и ангиогенез. Качественный сон имеет большое значение. И обратите внимание, в рекомендации Гарвардского университета по защите это прием мелатонина не менее 2 мг на ночь, потому что, причем при этом витамин D надо принимать утром, а мелатонин принимать вечером, потому что мелатонин это мощное влияние на иммунную систему. Поэтому он, мелатонин, оказывает влияние на вот эту ось кишка головной мозг и, безусловно, роль мелатонина зависит от того, доношенный, недоношенный, от времени суток, от сезона года. Поэтому у него, у мелатонина мощное антиоксидантное свойство, противовоспалитный эффект, действует на активацию КАСПАС, на высвобождение цитокинов и других факторов. На сегодняшний день есть четкие данные о том, что у доношенных и недоношенных разное влияние на них мелатонина. Поэтому у женщин, родивших в срок и раньше срока, разные уровни мелатонина. То есть разная концентрация, поэтому на этом графике это четко видно, даже в зависимости от стадии, от переходного и зрелого молока. И мы видим, что уровень мелатонина максимальный в 21 час, поэтому в идеале ложиться спать именно в это время. Мелатонин это поглотитель свободных радикалов, обладает нейропротекторными свойствами, то есть влияние на когнитивное развитие. И на сегодняшний день оказывается разный уровень мелатонина весной, зимой и летом, поэтому весной сон у детей более фрагментированный, чем осень. Это связано с уровнем мелатонина. А вот стыженное молоко, оно не соответствует биологическим ритмам ребенка, поэтому ведь на пачке грудного молока, который хранится в холодильнике замороженной, написано это вечернее, ночное или это утреннее, поэтому это тоже может нарушать ритмы ребенка. Поэтому таким образом хронический стресс влияет на здоровье ребенка, является фактором риска развития инфекционных заболеваний, влияет на цитокиновый ответ, в частности хронический стресс, на синтез антител, на активность клетокиллеров, ну и целый ряд различных аминокислот тоже влияют на иммунную систему, поэтому опосредованно через сон влияет трептофан, вы знаете, что это предшественник мелатонина, опять же негативное влияние хронического стресса и плохого сна на микробиоту и соответственно на иммунитет, поэтому дорогие коллеги, в период особенно ковид-инфекции верните себе сон, ложитесь пораньше, да, потому что самый высокий уровень мелатонина именно в 21 час, поэтому можно временно помочь тем, что попринимаете мелатонин, а потом сон у вас восстановится, ну и рациональное питание, с чего мы начали, что касается искусственных смесей, то вы видите, что в 20-х годах что-то первое начали изобретать и появился наоборот крен о том, что грудное молоко сомнительно важно, молочные смеси более питательны, витаминизированы, но в 26-м году основатель нашей кафедры Георгий Иванович Спиранский, он начал в Москве создавать пункты сбора грудного молока, и это прообраз как бы молочной кухни и первый пункт сбора грудного молока был на улице Красная Пресня, поэтому вот с этого момента Спиранский начал бороться за грудное вскармливание и в 26-м году 98% мам стали кормить грудью, это по Москве, в 50-е годы появился научный уход за новорожденными, вы видите в Америке, которые рожали в больницах, стало увлекаться молочными смесями, в 70-х годах грудное вскармливание упало до самого низкого уровня, детская смертность напоминала эпидемия, в Индии в 70-х годах умерло без целых 6 десяток миллиона новорожденных, ну вы знаете, что там откровенная грязь, еще конечно, и в мире за этот год до года не дожили 11 миллионов младенцев, большинство в Азии, в Индии и в Африке, и с этого момента началась активная борьба за грудное вскармливание, но дорогие коллеги, мы ведь с вами не понимаем это утрировано, потому что когда я приезжала в некоторые республики Средней Азии, вот, ну, как бы в самом начале, наверное, в 2000-х годах, когда пришли туда активно работать ЮНИСЕФ, то закрывали рот, и нельзя было ни о чем рассказывать, ни о каком лечебном питании, мы не говорим про смесь, мы никогда их не популяризировали, но говорить об искусственных лечебном питании нельзя, то есть вывод был, там, где ЮНИСЕФ работали в этих республиках, говорили либо грудное молоко, либо коровье молоко, то есть мы понимаем, что это полная глупость, что если нет грудного молока, а всегда любые наши конференции, любые лекции, мы поем гимн грудного молока, и если нет грудного молока, то никакого разведения коровьего молока, поэтому есть лечебные и смеси для здоровых и больных детей, поэтому вот сегодня мы поговорим о козьих смесях, мое к ним отношение хорошее, категорическое против использования смеси на основе козьего молока при аллергии, смеси на основе козьего молока в Новой Зеландии уже 20 с лишним лет, 25 лет или 20? Если мы касаемся смеси на основе новозеландского козьего молока в России, то 20 лет, а так с 81-го года, первый завод в Новой Зеландии был в 81-м году построен. В России это самая древняя смесь на основе козьего молока, то есть она уже представлена 20 лет. 20 лет, и я дополню, что как раз именно на формуле НЭНи были произведены все клинические исследования, которые дали возможность Европейскому ведомству по безопасности пищевых продуктов опубликовать заключение о допустимости использования козьего молока в качестве источника протеина с 2012 года. Мы очень долго к этому шли. То есть первый раз сейчас скажу в 2007 году подали наши исследования о том, о возможности в Европе, чтобы козье молоко было допущено. Нам сказали нет, к сожалению, недостаточно данных, поработайте еще. В Новой Зеландии наши коллеги с Дерри Гоу Кооператив, там, где производится смесь Нэни, подготовили еще дополнительные исследования, взяли в работу, пригласили большее количество детей, для того, чтобы большее достаточное количество данных получить. И после этого, уже к 2012 году, мы победили и в Европе было разрешено на формуле Нэни использование козьего молока. То есть как раз-таки это Новозеландская козье молоко открыло двери всем остальным продуктам на основе козьего молока. То есть в нашей стране смеси 20 лет и есть дети, которые выросли на этой смеси, им по 20 лет. Что касается козьего молока, то в нем есть преимущества, то есть благодаря козыриному профилю получается такой мягкий творожный сгусток, большее содержание среднецепочных и короткоцепочных жирных кислот, меньше диаметр жировых глобал, высокую своемость минералов и микроэлементов, то есть реже рахид, кальций, железо, медь, биологически активные натуральные компоненты, такой как лактоферин, который еще пока никуда не добавлен в смеси, нуклеотиды, таурин, олигосахариды, они натуральные, ну и углеводный компонент, меньшее содержание лактоферин. Поэтому, да, что касается аллергии, то я это говорю не от себя, это как бы заключительное мнение или гадлайн, видите, эспагановский, особенно в целях диетотерапии аллергии мы используем смеси на основе гидролиза белка либо аминокислот, а смеси на основе частичного гидролиза белка, козьего, овечего, верблюжего не должны применяться в терапии пациентов с аллергией к молоку. Ну, есть отдельные данные, это вот исследование 2014 года о том, что, да, может быть, для профилактики аллергии можно ее использовать, но ввиду недостаточных клинических исследований пока официального разрешения нет. Поэтому мы сегодня так аккуратно все время говорим, что это замечательная смесь для здоровых детей. Ну, и мой мальчик Филя, мой внучок, да, ему сейчас уже на днях должно исполниться два года, поэтому мой мальчик, вы его в конце увидите, он тоже начал отчет своей жизни со смеси ныне, поскольку у невестки не было молока, поэтому вот как бы отчет нашего мальчика, он тоже с этой смеси. Пожалуйста, Юлия Валерьевна, несколько слов дополните. Ирина Николаевна, да, спасибо большое, мы всей компанией очень полюбили Филиппа и очень рады, что у нас выпала такая честь кормить вашего внука, это очень здорово. Но, безусловно, мы понимаем, что повторить в детской смеси все питательные и биологически активные компоненты материнского молока невозможно. Однако, ныне относятся к категории смеси максимально приближенной к рудному молоку по основным факторам, которые вы назвали, да, в том числе и по наличию монутриентов, то, что как раз Ирина Николаевна рассказывала сейчас в лекции. Единственное, да, что я могу сказать, также очень важно, потому что эта смесь делается в Новой Зеландии, это не европейское производство. Климатические условия Новой Зеландии, природные пастбища с зеленой травой круглый год, высокий уровень развития фермерского козоводства, они позволяют использовать для производства смеси только фермерское молоко высочайшего качества, богатое природными нутриентами. Только в Новой Зеландии удалось создать такое уникальное сочетание природного сырья и технологии производства детской смеси. Я сейчас в качестве примера приведу основные особенности производственного цикла адаптированных смесей на основе козьего молока. В Европе адаптированные смеси на основе козьего молока производятся из сухих компонентов молока с добавлением молочной сыворотки. Поскольку молоко делится на составные фракции, такая технология требует дополнительных операций и ступеней обработки молока. Это может приводить к потере многих преимуществ питательных, биологически активных свойств, которые свойственны цельному молоку. В отличие от европейских стран, в Новой Зеландии экологическая частота пастбищ, природные условия, уровень развития индустрии молочного козоводства, они позволяют производить детские смеси из цельного козьего молока сырья без предварительного разделения на компоненты. Поэтому ныне выделяются из прочих представленных на рынке России по наличию по ряду характеристик, в частности по наличию мембран жировых глобул, козийных мицелл, более высокому содержанию в исходном молоке сырье отдельных витаминов, микро- макроэлементов, нуклеотидов, олигосахаридов. И цельное козье молоко на основе на заводе, которое было произведено Дерри Гоуд Кооператив, не подвергается искусственному разделению на фракции и другим химическим процессам. То есть можно сказать, что смеси не приближены к грудному молоку не только по своему питательному составу, то есть бережные технологии переработки цельного козьего молока и последующая адаптация смеси нейни классика, то есть классика у нас есть смеси единица-двойка с пребиотиками, они обеспечивают присутствие в ней биологически активных компонентов, включая полиродные олигосахариды и нуклеотиды. Как в грудном молоке, они способствуют развитию нормальной микрофлоры кишечника, регенерации слизистой оболочки, восстановлению нормальных функций кишечника и нормальному развитию иммунной системы ребенка. Молочный жир, как источник мембран жировых глобал, то есть это биологически активные вещества, которые необходимы для созревания иммунной системы и защиты кишечника от патогенов. Благодаря молочному жиру лучше усваиваются важные для иммунитета жирорастворимые мельтамины А, Е и Д. Смесь синени содержит натуральный молочный жир, как в женском молоке, и он легко усваивается незрелым кишечником ребенка, что поддерживает развитие нормальной микрофлоры. Кроме того, если говорить о среднецепочных жирных кислотах, как раз таки жира козьего молока, то они снижают воспаление в кишечнике и подавляют рост патогенной микрофлоры. Что касается олигосахаридов, присутствующих в детских продуктах на основе цельного козьего молока, они обеспечивают выраженный пребиотический и противоинфекционный эффект, что очень важно. Ныне содержит как раз широкий спектр натуральных олигосахаридов цельного новозеландского козьего молока галактоолигосахариды. Нуклеотиды являются структурными единицами нуклеиновых кислот, они состоят из азотистых оснований, дезоксирибозы и фосфатов. Нуклеотиды способствуют созреванию иммунной системы, также они положительно влияют на рост, активность нормофлора кишечника и улучшают всасываемость железа, участвуют в синтезе белков, жиров, углеводов в организме и создают условия, которые уменьшают опасность проникновения антигенов через кишечный барьер. Можно перейти к теме, которая беспокоит очень часто, также и у нас на горячую линию возникает очень много вопросов и очень много мам. Я веду школы, школы матерей в родильных домах и в перинатальных центрах, в различных больницах, и очень часто мама, которая кормит ребенка грудным молоком первый год жизни. В принципе, у меня точно такой же вопрос был. То есть, я первого ребенка кормила год и два, второго, 10 месяцев до выхода на работу. Вопрос такой, а что дальше? Как жить дальше с ребенком? Потому что мы понимаем, что грудное вскармливание это такой некий завершающий процесс, некий завершающий процесс сформирования иммунной системы и не хочется ребенка бросать и оставлять в этот период времени дальше без какой-то поддержки. И переходя к теме питания ребенка после года, когда мама уже приняла для себя решение закончить грудное вскармливание и ребенок уже практически полностью питается с общего стола, мы не должны забывать про оптимальное питание малыша для поддержания иммунитета. Известно, что первые тысячи дней жизни ребенка подразумевает период внутриутробного развития и первые два года жизни малыша. Этот период очень важен для формирования его здоровья и всей последующей жизни, но возникают типичные ошибки родителей. Кормление ребенка старше года уже полностью идет с общего стола без учета его индивидуальных особенностей. Такое питание может вызвать недостаточное поступление в организм ребенка различных питательных веществ. И как следствие такое неоптимальное питание приводит к элементарным состояниям, снижению адаптационных возможностей и общему снижению иммунной системы. Что же касается, что такое оптимальное питание для ребенка старше года, мы понимаем, что оптимальное питание должно обеспечивать не только энергетическую потребность ребенка, но и поступление в необходимом количестве эссенциальных важных нутриентов и биологически активных компонентов, включая нуклеотиды, олигосахариды, мембраны жировых глобул молока. А молочные продукты в рационе подросшего ребенка по-прежнему важны, нельзя о них забывать. Но обычное взрослое молоко, с одной стороны, оно дает повышенную белковую нагрузку, но с другой стороны, не обеспечивает поступление витаминов, микро- и макрокомпонентов в нужном количестве. Поэтому в национальной программе рекомендуется для детей после года продолжать использование специализированных детских формул 3 и 4. Преимущества молочных напитков ныне 3 и 4, они обусловлены использованием уникального сырья, о котором я уже рассказывала, новозеландское козье молоко, и также специальной бережной технологии его переработки. То есть круглогодичная доступность зеленых пастбищ Новой Зеландии обеспечивает уникальный состав козьего молока, богатый витаминами и минералами, олигосахаридами и нуклеотидами. То есть уникальная технология без разделения еще раз напомню молока на отдельные фракции позволяет сохранить его целостность вот этой молочной структуры. И как раз получается, что в молочных напитках ныне 3 и ныне 4 сохранены витамины и минералы козьего молока в природной легко освояемой форме. Тем не менее, для оптимальной обеспеченности ребенка важными микронутриентами в напитке добавлено также ряд витаминов и микроэлементов, изначально не присутствующих или присутствующих в недостаточном количестве в нативном молоке. Например, такой микроэлемент, как цинк, он принимает участие почти во всех реакциях иммунитета. Вы как раз рассказывали об этом. И несмотря на то, что цинк и не обладает прямым антиоксидантным действием, но поступая в организм, он активно включается в биохимические реакции и обеспечивает антиоксидантную защиту, либо преобразуется в соединение с мощным антиоксидантным эффектом. То есть две порции, это 360 мл в смеси НЭНИ-4 гарантированно обеспечивают удовлетворение 40% суточной потребности цинка, селена для вашего ребенка, а также такого важного для иммунитета витамина, как витамин Д. То есть обобщая, можно сказать, что в смесях и молочных напитках НЭНИ из цельного козьего молока присутствуют природные иммунонутриенты, то есть сохранена природная целостность молочных структур и функциональные компоненты молока, сохранен натуральный молочный жир и мембраны жировых глобул, не добавляется пальмовое масло и оптимальный состав природных и добавленных витаминов и минералов. То есть смеси НЭНИ они позволяют оптимизировать питание детей раннего возраста, способствуют становлению нормальной микробиоты и формированию иммунной системы. Момент получения молока на ферме или на поле, где эти козы свободно пасутся, до момента получения порошка проходит сколько времени? Не более восьми часов. Вот это самое важное. То есть максимальное щежение, вот то, о чем говорит Юлия Валерьевна, то есть бережная технология переработки, то есть нигде это не хранилось, а сразу это в течение фактически одного рабочего дня уже получена сухая смесь. Да, это очень здорово. Единственное, что я тоже могу сказать, мне очень интересно слушать каких-то производителей сухих адаптированных смесей, которые рассказывают о том, что у них от переработки, я даже слышала, что не более двух часов. Мне это очень интересно, потому что хочется задать вопрос, для чего? Мы четко понимаем, для чего это делать. Мы должны сохранить вот эту, у нас специальная технология для сохранения цельного молока. Если вы делите его на фракции, для чего вот такая вот спешка, что происходит, почему именно как бы два часа, в чем преимущество такой именно истории, когда вы так быстро производите и делаете это молоко, производя его в сухое, когда вы так быстро спешите, что это происходит, если вы разделяете на фракции. Если мы четко понимаем, что мы хотим сохранить вот те нативные компоненты, которые есть, и нам это действительно важно, поэтому мы говорим о восьми часах, от момента дойки до сухого молока. Ну вот мой Филиппок, который вышел с режима самоизоляции, он ходит, смотрит природу, рассматривает веточки, он набирает полные руки веточек, ему так нравятся зеленые листики, потому что он выдержал этот период дома, вырвался на улицу, поэтому он с корнем смеси ныне, и мы можем сказать, что эта смесь на основе новозеландского цельного козьего молока, содержит широкий комплекс микроинтриентов, обеспечивает нормальное развитие, функционирование ребенка всех функций, ну и надеемся, пол пока не болел, что так будет и дальше. Поэтому уважаемые коллеги, я благодарю вас и Юлию Валерьевну за внимание, Юлию Валерьевну благодарю за помощь в создании данной презентации, за активное участие, надеемся, что мы продолжим, поскольку Юлия Валерьевна относится и к научным деятелям, она защитила кандидатскую диссертацию, она врач, и вот такое работает в компании, то есть вот такое одновременное участие сотрудников компании, которые очень глубоко знают эту проблему по своим продуктам, и не только, да, оно позволяет нам вот как бы проводить подобные семинары. Поэтому, дорогие коллеги, благодарю вас за внимание, желаю вам всем добра, добра и здоровья вашим близким, поэтому будьте здоровы, до новых встреч. Спасибо большое, Ирина Николаевна, уважаемые коллеги, желаю всем здоровья, берегите себя и цените своих близких, которые сейчас с вами рядом. Хорошего лета! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова